Здравствуйте! Выходим на дистанцию с обзором главных спортивных событий в Вологодской области. Смотрите сегодня в программе. Северсталь проигрывает серию «Динамо» и заканчивает сезон. Поступательное движение есть. «Алмаз» начинает 12-й поход за Кубком Харламова. Можно обыграть и было соперника. Бон готовится. Баскетбольная «Чаваката» завершила регулярный чемпионат. Старты мечты впервые прошли в Вологодском районе. В Вологодском районе впервые в истории региона состоялись всероссийские соревнования среди детей с ограниченными возможностями здоровья. Старты мечты. Они объединили около сотни юных спортсменов из разных уголков страны. На старт! Внимание! Марш! Считанные секунды, несколько пройденных виражей и спортсмен уже на финише. На трассе юные атлеты чувствуют себя не хуже профессионалов. Для многих из этих ребят встать на лыжи уже пусть и маленькая, но победа. Занятие спортом для детей с ограниченными возможностями – шанс почувствовать себя счастливыми и свободными. Наверное, сразу хорошее настроение, эмоции! Да, хорошее настроение, радость! На лыжной трассе ребята со всей страны. От Камчатки до Калининграда. На Вологодчине впервые прошли всероссийские соревнования по горнолыжному спорту для детей с ограниченными возможностями здоровья. Старты мечты. В них приняли участие около 80 атлетов. Глядя на этих спортсменов, становится ясно – их возможности безграничны. Надо же финишировать хорошо, да? Да. И быстро-быстро проехать? Да. Как ты будешь ехать? Скажи, быстро? Да, быстро. Скажи, я? Я буду? Я буду. Быстро? Быстро. Вот. Старты мечты – это неотъемлемая часть большой программы реабилитации личности «Лига мечты». Ее создала известная журналистка Наталья Белоголовцева. В их семье с проблемами столкнулись лицом к лицу. После этого пришла идея помогать другим. Началось все с горнолыжного спорта. Все началось с моей семьи, моего сына Евгения, у которого масса диагнозов – от порога сердца до детско-церебрального паралича. Мы случайно нашли для него волшебный способ реабилитации. Как ни странно, это горнолыжный спорт. Женя, у него серьезные проблемы. Он до шести лет не ходил, и сейчас у него проблемы очень серьезного плана. Поставив его на горные лыжи, мы случайно увидели, что это дает фантастический результат в рекордные сроки. «Лига мечты» – это не только спортивные старты, но еще и семинары с опытными специалистами. За трансляцией панельной дискуссии из Вологодского района наблюдали тысячи человек. А те, кто все-таки смог добраться до нашего региона, вживую обменялись опытом. Как говорят специалисты, на трассе все спортсмены равны. Неважно, какой диагноз тебе поставил доктор в медицинской книжке. Здесь собраны люди исключительно добрые, светлые, прекрасные, которые готовы каждого ребенка принять, каждого ребенка вообще поддержать. Люди не делятся на здоровых больных, вообще не делятся на инвалидов и неинвалидов. Люди просто люди. Мы все очень разные и все очень странненькие на самом деле. Но вопрос есть в том, что мир должен быть открыт для любого человека. Точно так же не важен результат. Без медали в этот день не ушел никто. Все юные спортсмены получили заветные награды. Баскетбольная команда Чеваката завершила регулярный чемпионат. Соперником в заключительном матче был один из лидеров Суперлиги-1 Самара. После победы над Казаночкой Чеваката имела возможность занять пятое место в регулярном чемпионате. Но для этого необходимо было побеждать Самару. Баскетболисты из города на Волге приехали в областную столицу в статусе фаворитов. И с первых минут взяли игру под свой контроль. Хозяйки паркета имели шанс догнать соперниц только один раз, когда счет был 12-15. Однако по итогам четверти разрыв не сократился, а увеличился 14-21. Не забили свои броски, нет попадания. А физически мы выложились еще с Казанью, просто не хватило сил. И да, было тяжело. Во второй четверти Чевакате также не удалось сократить отставание от соперника. Наоборот, желто-синяя позволила гостям счет увеличить. На паркете у Самары блестала на талии свечения девичестве Даровских. Девушка, хорошо знакома вологодским болельщикам, она провела несколько сезонов за пчелок. Каждый раз приезжаю играть в Вологду, всегда только положительные эмоции. С момента того, как подъезжаю к городу, здесь у меня осталось много друзей после проведенных лет. Вот, поэтому всегда с теплотой. Жду такой поездки сюда и возможности. Спасибо работе, которая позволяет путешествовать и видеться с друзьями из разных городов. После перерыва баскетболистские Самары обеспечили себе комфортное преимущество в 28 очков. И довели дело до победы. 48-76 в пользу гостей. Я бы не сказал, что это была не трудовая победа. Это была очень хорошая победа в плане борьбы, в плане противодействия двух соперников очень хороших. Напомню, что матч дома в Самаре был нами проигран. Поэтому для нас было как минимум делом чести сегодня выиграть. Несмотря на то, что эта победа не давала нам никаких на данном этапе после регулярки никаких преимуществ при расстановке мест. По итогам регулярного чемпионата Чуваката заработала 41 очко. С таким количеством баллов коллектив из областной столицы расположился на шестой строчке турнирной таблицы. Впереди команда из Вологды ждет групповой этап. Пчелкам предстоит провести четыре матча в течение четырех дней. Я думаю, что будет непросто, как и всем. И мы будем настраиваться, готовиться к этим играм, держать себя в физической форме, чтобы выдержать такую нагрузку. На групповом этапе Чувакате будут противостоять соперники Санкт-Петербурга, Москвы, а также Ставрополя. Эти встречи пройдут в Весендуках с 15 по 19 марта. Хоккейная команда «Алмаз» с двумя победами завершила первый этап чемпионата МХЛ. Череповщане на своем льду обыграли хоккейный клуб «Рига». В первом матче с рижанами заброшенную шайбу болельщики увидели только в начале второй-третьей встречи. Максим Неволин из-за ворот выдал точную передачу на Егора Чижикова, и тот без проблем поразил цель. А когда матч перевалил за экватор, практически идентичную атаку снова провело первое звено «Алмаза». На этот раз отличился Тимур Каримов. 2-0. Третья 20-минутка прошла практически без опасных моментов. Но и по такой игре череповщане смогли забросить еще раз. Данил Белялов замкнул передачу партнера на дальней штанге. Победа «Алмаза» 3-0. В повторном матче первый гол состоялся тоже только во втором периоде. «Алмазовец» Алексей Капустин завершил атаку своей команды. В середине заключительной трети матча «Алмаза» резко взвинетил обороты, и это принесло результат. Владислав Герцог поразил ворота Риги. А затем, в ходе пятиминутного удаления в составе гостей, команды обменялись голами. У череповщан снова забил Алексей Капустин. И снова победа «Алмаза» со счетом 3-1. Череповщане заняли шестое место в западной конференции, и в первом раунде плей-офф сразятся с петербургским СКА 19-46. СКА есть СКА, поэтому, ну что, будем бороться, чем есть. Поэтому тут ничего страшного, можно обыграть любого соперника. Будем готовиться. Хоккейная команда «Северсталь» потерпела поражение в серии 1-8 финала Кубка Гагарина против московского «Динамо». Таким образом, москвичи идут дальше, а череповецкая команда завершила сезон. При этом череповчане порадовали болельщиков и хорошей игрой, и кубковым характером. Второй матч серии «Динамо» начали так же активно, как и первый, но череповчане сдержали напор. А на 16-й минуте Никита Гуслистов открыл счет, забив свой первый в карьере гол в плей-офф. Ну, эмоции положительные, да, помог команде, но я думаю, неуместно было бы говорить о каких-то индивидуальных тут заслугах. Все-таки играет вся команда, тем более в плей-офф, поэтому, ну, можно сказать, что это мы забили, да, каждый из 55 голов. «Динамо» отыгралось в начале второго периода. В большинстве шайбу забросил лидер москвичей Вадим Шипачев. Вышли на игру, да, как оказалось, не готовыми. Не зная, что случилось, да, какие-то глупые ошибки совершали. Дарили шайбу сопернику, в связи с этим проиграли игру. Череповчане продолжали действовать по своему плану на игру, и вскоре Александр Питунин снова вывел гостей вперед, удачно подправив шайбу после броска защитника Лалонда. Еще через пять минут уже сам Шон Лалонд забил третий гол прицельным дальним броском. Сократить отставание динамовцам помог еще один череповчанин Дмитрий Когарлицкий, который также забил в большинстве, снайперски попав в верхний угол ворот за 10 секунд до перерыва. В третьем периоде Диана Снятин броском со средней дистанции снова вернул разницу в две шайбы на табло. Затем еще одну грубую ошибку «Динамо» в обороне использовал Владислав Кадола, технично переиграв ротаря на краткие. Голкипер москвичей сломал клюшку, сломлены морально были и динамовцы. В итоге 5-2 победы Северстали. Надо голову свою взять в руки и тряхануть, я им сказал, или об стенку пусть постучат головой. Все, надо уже понимать, что это не чемпионат. Здесь нет права на такие ошибки. Положительные эмоции, и до следующей игры они нам помогут восстановиться лучше. Вот. Наверное, в этом может быть преимущество. А так, стартуем при счете 0-0. 5-2 же не будет в следующей игре. Поэтому 0-0 начинается игра. Для нашей молодой команды, конечно, сегодняшняя победа должна придать больше сил. Третья игра серии получилась не менее напряженная, чем предыдущая. Первой заброшенной шайбы пришлось ждать до 48-й минуты. Яков Берлунд открыл счет в игре, успев на добивание и вывел Северсталь вперед. Однако «Динамо» смогло отыграться всего за 3 секунды до финальной сирены. И снова отличился воспитанник череповецкого хоккея Дмитрий Кагарлицкий. 1-1 в основное время игры. В дополнительном периоде за 26 секунд до его завершения «Динамовцы» вырвали победу. 1-2 в матче, 1-2 в серии. Пришлось спасать игру в конце. Играли 2 минуты в шестерун, сняли вратаря. И за 3 секунды удалось забить этот гол Кагарлицкий. Попал в ворота. Но так очень долго мучиться, что-нибудь получится, наверное. Но вот оно и получилось в овертайме. Жалко. В третьем периоде повели и пустые ворота был момент. Забить не забили. С рикошета, конечно, за 3 секунды это надо. Ну, везет тому, кто везет, да, везет сильнейшим. Четвертый матч серии снова начался с игровым преимуществом «Динамо». И уже в первом периоде столичные хоккеисты смогли дважды использовать свои шансы. Причем оба раза отличился защитник Андрей Сергеев. Во втором периоде «Северсталь» пошла на штурм с первых секунд. И уже в стартовой смене Егор Морозов распечатал ворота москвичей. Спустя еще 40 секунд цель достигает бросок в ближний угол Владислава Кадолы. Уже 2-2. Москвичи постепенно смогли прийти в себя и на 32-й минуте матча опять Андрей Сергеев поражает ворота «Северстали». В третьем периоде «Динамо» сыграли очень строго в обороне, не подпустив «Череповчан» к своим воротам. А в концовке матча сами забросили еще дважды. При этом сначала поразили уже пустые ворота «Череповчан». В итоге 2-5 поражений «Северстали». Хорошо, что забили потом третий гол и играли строго до конца в третьем периоде. Да, и забили эти вот голы в конце уже буквально там. Но было тяжело. Жалко, конечно, такие игры отпускать, потому что, ну, были не хуже. По крайней мере, не хуже, да. Может быть, нам это и поможет. Мы, когда на краю пропасти стоим, начинаем всегда играть. Вот поэтому серия продолжается, едем в Москву. В первой половине матча у «Северстали» игра не заладилась. Череповчане допускали много ошибок и часто нарушали правила, чем и воспользовались «Динамовцы». Сначала они реализовали большое численное преимущество при игре 5 на 3. Во втором периоде «Москвичи» и вовсе смогли забить в меньшинстве. Сольный проход совершил лучший снайпер лиги Дмитрий Яшкин. Далее «Череповчане» вновь играли втроем, выстояли. Но в той же атаке хозяева льда все-таки смогли дожать «Северсталь». А на эквадоре матча еще одна ошибка в своей зоне. Защитника привела к четвертому голу в ворота Владислава Подъяпольского. 0-4. Сегодняшний матч очень плохо начали. Как будто сами не верили, что можем эту серию вытащить. Но еще такой был по ходу игры 0-4. Потом, видимо, просто уже перестали мандражировать. Я не знаю, перестали бояться играть. Стали забивать в третьем периоде. Ожили, так сказать. Но этого уже не хватило. Я думаю, чуть-чуть расслабились. И главное, потом очень много у нас было шансов на реализацию. Большинство. И это уже, конечно, наш косяк. Надо этим пользоваться. После замены голкипера череповецкая команда стала больше атаковать. И до второго перерыва Инджих Абдул успел забить свой первый гол в плей-офф. В третьем периоде череповчане заиграли еще активнее. Дважды смог отличиться Вадим Кудака. После его второго гола времени на спасение оставалось совсем мало, но шанс все равно появился. После броска защитника Адамчука шайба угодила в штангу ворот. Но в итоге поражение Северстали. 3-4 в матче и 1-4 в серии. Хорошо, что мы сегодня выиграли. Не надо ехать нам в череповец. Но так как мы играли в третьем периоде, в принципе, так играть нельзя, конечно. У нас уже народ, видно, собрался отдыхать при счете 4-0. Хотя мы им говорили, что надо играть до конца. Сегодня жалко, что за 5 секунд попали в штангу и в конце чуть-чуть не затоптали туда. Ну, скажем так, серия упущенных возможностей. Но, как я сказал, сейчас в раздевалке ребятам вы стали на год опытнее, на год мастеровите. И если в прошлом году мы заняли 10-е место, то в этом году команда уверенно вошла в плей-офф. Поступательное движение есть. Таким образом, сезон для Северстали завершен. Он был лучшим для команды с 2013 года. Теперь начинается работа уже по формированию состава на следующий сезон. Это все о спорте на сегодня. До встречи через неделю и будьте здоровы! Субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры сделал DimaTorzok